Добрый вечер, это Юлия Латынина и Латынина ТВ с одолгоженным стримом про неэффективные армии. Это, собственно, римская армия. Стоп, вот она здесь. Правда, у нас не самая лучшая картинка легиона. Ну, какая уж есть, какую подобрали. И здесь читатель может очень удивиться, потому что основой римской армии была ее легендарная военная мощь. И римский легион – это не тот вид войска, который можно заподозрить в неэффективности. Римская военная машина с ее легионами, которые правосходно держали строй, инженерами, которые умели наводить мосты и понтонные переправы через любые реки. Были у нее укрепленные лагеря, причем солдаты устраивали их мгновенно в любой местности, обеспечивая себе безопасность. Это одна из самых эффективных военных машин всех времен и народов. Но мы сейчас разберем один очень специфический тип вооруженного противника, которому Рим так не научился противостоять. И причина, по которому это произошло. Итак, главные ударные силы Рима сначала и до конца были пешие легионы с короткими пехотными мечами, щитами, которые сцеплялись в единый панцирь. Ну, вот я говорю, у нас здесь не очень удачная картинка. И плюс железная дисциплина. На конях римляне воевать не умели и не любили, несмотря на то, что следующая познатность из-за сенаторами сословия называлась «садники». Коня чаще всего использовали только для того, чтобы доехать до места битвы. Конные отряды в армии республики были вспомогательные войска из союзников, сирийцы, арабы и так далее. У римлян было множество уважительных причин сражаться пешком. И самое главное, мы опять возвращаемся к зам социальной организации. Общество устроено так, как устроено и в армии. Республика – это социальный строй, созданный для обеспечения гражданина-пехотинца. Точно так же, как феодализм – это социальный строй, основе которого лежит тяжело вооруженный всадник. Римская пехота была неотделима от Римской республики. Когда воины из граждан превратились в наемников, республика превратилась в империю. Я уже об этом говорила, что, как ни странно, демократия и территоризм, демократия и всеобщая бюрократия, они могут превращаться друг в друга с точки зрения военной. Но по-прежнему опиралась империя на пехоту. Пехота – не дисциплина. Еще раз, пешая дисциплинированная армия – удивительная особенность – порождает либо республику, либо тоталитаризм. В Китае армии тоже были пешие и дисциплинированные. До Китая мы еще что дойдем? Не знаю, в этот ли раз. Но постараемся. Кроме того, римляне носили штанов. Без штанов на коне ездить некомфортно. Штаны, собственно, это и есть одежда конника. А, как я уже сказала, значение самого коня как ударной военной силы в древности было, несомненно, меньше. Я уже говорила о том, что еще где-нибудь в XIII веке до н.э. на коне в бою просто нельзя было сидеть. Можно было только запрячь в колесницу. Ну, конечно, ко II веку н.э., ко времени расцвета Римской империи, всадники уже, конечно, были. Выглядели они совсем по-другому, чем в средние века. Потому что у коней, на которых они ездили, не было ни стремян, ни даже седел. А вот если вы посмотрите на знаменитую конную статую императора Марка Аврелия, которая до сих пор стоит перед Капитолием, вы увидите, что Марк Аврелий сидит на тряпочке без стремян и даже без седла. Вот представьте себе, что вы сажаете человека в броне на лошадь без седла, без стремян. Даете ему в руки меч или тяжелое копье, чтобы он им разил врага и разбивал строй несокрушимой пехоты, ощетинявшейся щитами и копьями. Ну вот с первым же пробоком он просто сверзится с коня. Без стремян и седла тяжелая конница невозможна. Возможно, только легкая конница, вооруженная луками, вот такая вот. И парфяне, главные противники римлян на Востоке, как раз они, собственно, и опирались на легкую конницу, которая в условиях пустыни и полупустынь Ближнего Востока имела над легионом существенные преимущества. Такая конница за день легко проходила большие расстояния, она легко отрывалась от преследования, она осыпала издали пешего легианира стрелами, не давая ему приблизиться. И в то время, как пехота страдала от жажды и веса доспеков, эта легкая конница держалась на почтительном расстоянии, осыпая противника стрелами. Вот в германских лесах легионы неумолимо наступали, вырубая лес, устраивая правильные лагеря. А в Месопотамской пустыне лагерь-то зачастую было не из чего строить, просто не было достаточного количества деревьев, чтобы если чего срубить. И вот первое прямое военное столкновение римской пехоты и парфянской конницы произошло в 1953 году до нашей эры при Карах и кончилось сокрушительным разгромом римлян. Тогда легкие парфянские ручники просто расстреляли издалека римские легионы, которые задыхались на раскаленном песке. Вот как описывает битву при Карах Плутарх. Парфяне, разомкнувшись, начали издали со всех сторон пускать стрелы, почти не целясь. Римляне стояли так скучно и тесно, что и умышленно трудно было промахнуться. Круто сгибая свои тугие большие луки и тем придавая стреле огромную силу удара. Уже тогда положение римлян становилось бедственным. Оставаясь в строю, они получали рано за раной, а пытаясь перейти в наступление, были бессильны уравнять условия боя, так как парфяне убегали, не прекращая пускать стрелы. В этом они после скифов искуснее всех, да и нет ничего разумнее, как спасаясь, защищаться и тем снимать с себя позор бегства. А как раз тогда погиб военачальник римского войска. Спустя 20 лет Марк Антоний, известный триумвир, несчастливый соперник Октавиана вздумал взять реванш. Снова его пехота на жарком каменистом Востоке в сухую проиграла парфянский мучник, что, собственно, и предрешило его дальнейшее поражение в войне с Октавианом. И вот в лице парфии римляне столкнулись с противником, чье принципиально другое общественное устройство опиралось на принципиально другой метод войны. Как я уже сказала, Римская республика выросла на пеших войнах, они воевали и голосовали. А парфянское царство было наследником легких конных лучников, которые впервые появились в евразийских степях, заселенных тогда в основном индоевропейцами. И римские голода, они были какой по планировке квадратной? Они повторяли собой схему римского пехотного лагеря. А парфянские города, они были круглые. Почему? Потому что они повторяли схему военного лагеря, кочевого, составленного из стоящих кругом повозок. Соответственно, гигантской разнице в военной организации соответствовала гигантской разнице в общественном устройстве, потому что римляне продолжали считать себя республикой. Римская знать могла командовать войсками, но она не была отдельным родом войск. Римская, но она не была отдельным родом войск, а парфянская знать именно, что была отдельным родом войск. Потому что если большинство парфянских свободных воинов были легкие лучники, то знать как раз представляла из себя тяжелоооруженную конницу. То, что римляне потом называли клебонаре, греки называли это клебонафоры, и то, и другое было испорченным заимствованием персидским грифбонар, то есть носитель кольчужного оплечья. Вот римские сенаторы, они сидели в Риме, а парфянская знать, она сидела по своему делу, она командовала частными армиями, в любой момент готова была взбутоваться против шахеншаха. И надо сказать, что римская империя, в конце концов, научилась одерживать победы над парфянами, потому что завести войско дополнительное из легких конников было несложно. Императоры Троян, потом Марка Аврелий, дважды брали к Тезифону. Естественно, как я уже сказала, римская армия для этого изменилась. В ней появились легкие лучники, которые отгоняли парфянских лучников от римской пехоты, как слепней от коров. И тогда же римляне заимствовали у парфян из скифов седло. Это было еще довольно такое мягкое и легкое седло, без стремян, с четырьмя рожками вместо луки. Но для легкого стрелка оно было вполне достаточно. И в 197 году н.э. император Септимий-Север нанес парфии новое поражение. Он в третий раз разграбил Тезифон, создал на место доторженных у парфи и земель провинцию Месопотамия. И все, казалось, было хорошо. Римская империя, наконец, казалось бы, присоединила к традиционному легиону еще один рост войск, научилась бить парфян, расширила свои границы до границ Александра Македонского. Но в конечном итоге именно победа Севера оказалась для римлян роковой. Потому что Шахеншак был ослаблен, парфянский царь и его вассалы, правитель, это был правитель Персидской области, Персиды, его звали Папак. У него был сын Ардашир. Вот, соответственно, этот сын. Подняли против него восстание. В 224 году нашей эры от руки Ардашина последний парфянский царь. Через два года Ардашир сам короновался в Тезифоне как царь царей. И в то время как в Риме императорская власть в этот момент переживала одно из своих нижайших моментов. Там сменялся император за императору. За завтраком был один император, к обеду был другой. Все они были, скажем так, довольно хреновые. А в этот момент на Иранском Анагорье на месте слабой парфи возрождалась Персидская держава и династия Сассанидов воцарилась. Вот воцарение Сассанидов было не просто политической революции, а оно было еще и революцией военной. Дело в том, что я только что сказала, что у парфян была тяжелая знатная конница. Но она была немногочисленная. В соотношении тяжелой конницы к легкой у парфян было где-то 1 к 10. А вот у Сассанидов напротив, с самого начала династии тяжелоуженный конник с копьем стал главной действующей силой в Персидской армии. Легкий лучник отступил на второй план. И вот это усиление тяжелой конницы было в первую очередь следствием заимствования более тяжелого седла, более жесткого седла. Парфяне заимствовали его, видимо, у тяжеловооруженных степных сарматов. И у них даже была вот такая конница. Ну, извините за уж крикливые картинки, какие есть. Мало сохранилось исторических рельефов. Вот эта тяжелая конница называлась Савара. И состояла она поначалу исключительно из членов царской семьи или семи древнейших родов. Ну, в крайнем случае, это были там чистокровные, знатные персы. И именно Саваран сыграли решающую роль в разгроме парфянских аршакидов, потому что внутри Саварана еще быстро выделилось несколько элитных отрядов. Один был бессмертный, Заедан. Они названы были так в подражании Ахименидам, хотя Ахименидские бессмертные по причине отсутствия седел сражались как тело. Жаловооруженная пехота, а не конница. Они спешивались на поле битвы. А другое подразделение Саваран была личная дружина царя царя царей Пуштигбан. Это было тысяча воинов. Вблизи Шаха это были телохранители. На поле боя это была суперэлитная ударная сила. И даже в этой тысяче дружинников были еще Геан Авспара, жертвующие жизнью. Это была такая элита, элиты, элиты. Они также были известны как Пешмерга. И вот что тут надо, конечно, сказать, что персидские Савараны это такие прото-рыцари. Мечи Саваран стали длиннее и тольше парфенских. Это типичное оружие всадника. Оно позволяет наносить именно рубящий удар. А главным ударным оружием Саваран, как позднее у европейского рыцаря, было копье. Это было четырехметровое, тяжелое копье с бронзовым или железным навершием. И это было фактически то, что знаменитый историк-медиавист Лин Уайт называет «Mounted Chalk Combat Troops». То есть, когда стальная лавина закованных в железо коней всадников налетает на противника и своими копьями буквально сметает его строй. Вы спросите, ну а как же все это не падало с коня, если у них не было стремян? Ответ. Персы ввели два новшества. Да, стремян не было, но были передние рожки у седла. Они удлинились, они закруглились и стали придерживать ноги всадника так, что он получал дополнительный упор при рубящем движении. Но вторая вещь была еще хитрее, потому что копье при ударе, вот проблема устойчивости всадника при ударе тяжелым копьем. Так вот, копье было привешено на цепи к седлу посередине, а конец его был приторочен к задней ноге лошади. То есть, когда удар наносился к копьем, то наносил его всадник, а конь всей своей массы что-то наделало его таким страшным. Конечно, двой конь, который был обучен подобному манеру, тоже был очень здоров. Он составлял как бы единое целое с всадником. Часто он был сам защищен броней, а как правило, ламиларной. Сами же саваран были закованы в более гибкие кольчуги. А кольчуги были такие тяжелые, что всадника приходилось сажать в седло совместными усилиями. И, соответственно, изменилась тактика боя с римской пехотой. Что делала парфянская конница? Она была опасна для римлян прежде всего стрелами. Она кружила вокруг легионов, легкая недосягаемая, осыпаясь стрелами, исчезая вдали. А теперь обстрел вот этой легкой конницы был лишь прелюдией для основного удара, потому что как только строй легиона был расстроен, в дело вступала тяжелая кавалерия, которая налетала на этот расстроенный строй и своими копьями взламывала соединенной массой коней и людей противника. И с того момента, когда тяжелые персидские всадники сменили легких парфянских лучников в качестве главной боевой силы на Востоке, римская империя перестала на Востоке одерживать победы и начала терпеть поражение за поражением. Но проблема была в другом. Проблема Рима заключалась в том, что если легкую кавалерию, выросшую из республики, у порядочной империи, могла создать без труда, ну подумаешь, ну да, набрали людей, научили их стрелять из лука, ну да. А с тяжелыми всадниками было гораздо сложнее, потому что это был не просто род войска, а образ жизни. А персидские Саваран, как я уже сказала, были не солдаты, это были родовитые воины. Как европейские рыцари тысячу лет спустя, они выясняли отношения в поединках, было очень популярное дело, шли в бой не под казенными знаменами, а под личными гербами. Сама тактика Саваран, ударной тяжелой боевой конец, она ставила на первый план не дисциплину, а противоположное воинское качество, индивидуальную доблесть и смекалку. И для того, чтобы создать такое же войско, римлянам надо было не просто переделать армию, надо было переделать все общество. Надо было построить армию не на железной дисциплине солдат, а на личной доблести знати. А вот общественное развитие империи в этот момент шло в противоположном направлении. Потому что влияние образованной блестящей культурной римской знати в это время, о котором мы идем речь, 3-4 век нашей эры, резко снижалось. Власть перешла к солдатским императорам. Они были выходцы из социальных низов, из географических окраин. Никаких наследственных владений эти люди не имели. Конечно, их главная была задача не укрепить знать, которое имело такое владение, а напротив, всячески ее уничтожить, ограничить доступ знать римской, в том числе сенаторов, в первую очередь, к военным и гражданским должностям. Рим стремительно в этот момент становился не феодальным, а тотальным обществом. С низкоквалифицированной, но беспощадной бюрократией, которая была представлена императорскими евнухами и вольноотпущенниками. И чем доблесть не знать, тем она своенравней. А новые римские солдатские императоры не могли этого допустить. И вот, конечно, рыцари феодальной Европы потом, спустя тысячу лет, имели куда больше общего с персидскими саваран, чем с армией Рима. А проблему создания тяжелой кавалерии, основанной на личной доблести, Рим не смог решить сочности до самого падения Западной Римской империи. Ну да, мы сейчас тоже можем вдаваться в некоторые подробности, говорить, что отчасти такие воины были в распоряжении Велизария, который что-то там сумел перестроить, но это мы углубимся в очень специфические проблемы. Но в принципе, немножко лихо обобщая, можно сказать, что до самого краха империи в 1453 году уже в Восточной Римской империи она так и не осмелилась употребить в качестве главной боевой военной силы тяжело вооруженных всадников, которые в обмен на военную службу и личную клятву верности сюзерену получают право собирать налоги и творить суд в своих владениях. И повинуется этому сюзерену только тогда, когда он может их к этому принудить. Опять же, несколько лихо обобщая, мы можем сказать, что бывшая Римская империя, а ныне тоталитарная Византия, предпочла исчезнуть, нежели допустить такую самостоятельность воинов. А мы переходим к моей любимой теме. Средневековая Европа была единственная из культур человечества, в которой знать объединилась для того, чтобы ограничить интересы власти правителя. Во всех остальных культурах, даже в Римской, знать стремилась получить власть неограниченно. А еще средневековая Европа была единственной из культур человечества, в которой воин, вооруженный соответствующим образом, был практически неуязвим. А главным определяющим фактором развития европейского общества в X-XIV веках нашей, естественно, был рыцарский доспех. А главной особенностью рыцарского доспеха может быть сформулирована очень просто – неуязвимость. И появление этого воина, этого доспеха стало возможно только, вы уже, наверное, догадались, к чему я клоню, после изобретения такой технической детали, как стремя. Стремя, на которое опирался человек в седле, было изобретено в Китае. Туда перешло через степные племена к иранцам. Было позаимствовано от иранцев завоевавшими их арабами. И вот в момент завоевания пророка Мухаммеда у арабов стремени еще не было. Но в 732 году войска французского военачальника Карла Мартелла встречаются с наступавшими на Францию арабами при Пуатье. И тогда стремена у арабов уже были. Собственно, это был такой переломный момент для Европы, потому что франки, которым командовал Карл Мортелл, они сражались пешими. Это были тяжело вооруженные пехотинцы. Они разбили арабов, но не смогли их догнать, потому что арабы были на конях. Что сделал после этого Карл Мартелл? Правильно, он посадил этих тяжело вооруженных пехотинцев на коней, потому что он обнаружил, что теперь у коня есть стреля, и это можно сделать, и всадник тяжело вооруженный не будет падать головой вниз, если он наносит удар. И, собственно, это и начало в Европе эпоху рыцарства. Вот сейчас трудно представить себе неуязвимость, которой вот этот конник, закованный сначала в кольчугу, начиная с 1350-х годов нашей эры, это был уже сплошной доспех, с которым такой конник пользовался на поле боя. Вот я только одну вещь скажу. До конца 12-го века на турнирах рыцари сражались в обычных доспехах, обычном оружии. Послабления начались где-то в 1190-х годах, потому что начали сражаться с затупленными мечами, и турнирное копье вместо острия обзавелось тупым концом, обычно в виде короны. Вот вам прекрасный пример неуязвимости рыцаря. Это битва при Гастингсе в 1066-м году, в ходе которой Вильгельм Завоеватель завоевал Англию и обеспечил норманам господство над Англией, потому что в этой битве под Вильгельмом Завоевателем убили трех коней. Щит Вильгельма был изрублен в куски, доспех погнут в нескольких местах, погнут был шлем, сам Вильгельм остался невредим. Собственно, конечно, битва при Гастингсе и утвердила рыцаря как всесукрушающую боевую единицу. Она поменяла не только историю Англии, но и структуру ее общества, потому что я напоминаю, что в битве при Гастингсе нормандские рыцари были на конях, они были в кольчугах с мечами, а обороняющаяся страна, англосаксы, были пешими, они сражались с топорами. И как замечает блестящий военно-историк Эверет Уакшут, книга называется «Archaeology of Weapons», с этого момента на вершине Ханма-Сенбак, то есть битве при Гастингсе, вооруженный всадник стал высшим орудием войны на протяжении трех столетий. Причем интересно, что рыцарь чувствовал себя беззащитным, не без меча, а именно без доспеха. Есть мой любимый пример 1189 год, Ричард «Львиное сердце», знаменитый король-рыцарь. Он поднял против отца Метиш, он влёгся преследованием отца, в спешке забыл надеть доспех и настигал он близнец-беглецов. И вот в этот момент один из спутников отца Ричарда, короля Генриха, его звали Вильям Маршалл. Как-нибудь мы сделаем про него отдельную передачу, потому что это, конечно, человек, который послужил, Вильям Маршалл, это человек, который послужил Джорджу Мартину прототипом сэра Барриста на Сэлме. Маршалл разворачивает коня и направляется к Ричарду, и тут Ричард кричит «Маршалл, не убивайте меня, я без кольчуги». Маршалл отвечает «Убить вас, это я оставлю сатани». И, соответственно, он убивает коня Ричарда. Генрих II, отец Ричарда, сумел, успел скрыться. Кстати, очень характерный пример того, что мы называем рыцарским поведением. Абсолютно, казалось бы, контриндуитивным, особенно для современной войны. Но вот представьте себе вот эту вот сценку в любой современной войне, когда вместо того, чтобы убить противника, вы просто демонстративно демонстрируете ему превосходство, убивая его коня или уничтожая его средства передвижения. Но это просто немыслимо. А причины, по которой это произошло, и сплошь, и рядом происходило, мы разберем чуть позже. А вот неуязвимость рыцаря, она привела к превращению войны в спорт. Очень жестокий вид спорта, вроде автогонок или прыжков с парашютом. Да, в нем можно было потерять жизнь, но это только придавало пекарности ощущениям. Рыцаря в доспехах было трудно убить. Однако, благодаря самой физиологии человека, его было легко взять в плен. Ну, посмотрите на рыцаря, у него на голове большой железный кашок, рассечь его туда, ведь по нему мечом, а лучше боевым молотом. Так, чтобы противник ушел в нокаут, достаточно легко. Можно, опять же, выбить рыцаря с седла, доспех весит 20-25 килограмм, но представляете, как после такого падения подниматься. Ну, скорее всего, у человека в этом горшке звезды мелькают перед глазами, и в результате война превращается в компьютерную стрелку, тот, кого выбили с седла и взяли в плен, платит выкуп, и вновь возвращается к началу игры. Война превратилась в турнир, турнир превратился в войну. Кстати, я здесь даже хочу напомнить, что первоначальной формой турнира был не жуст, то, что называется вот по кинофильмам у Джорджа Мартина в «Игре престолов». Мы видим вот эту шибку на копьях, когда всадники скачут навстречу друг другу. Так вот, первоначальная форма турнира была не вот такая шибка на копьях, а она называлась «Меле». Это схватка двух команд, которая распадалась обычно на серию индивидуальных поединков, и фактически она точно копировала обстоятельства рыцарского боя. А вот «Жуст» он появляется с середины XIII века, разделительный барьер между рыцарями, который предотвращает лобовые между ними столкновения, как барьер между двумя полосами скоростного шоссе, он вообще появляется в начале XV века. То есть в XII или XI веке турнир, это точная копия рыцарского боя, отличается от этого настоящего боя только двумя обстоятельствами. Во-первых, он происходит в запланированное время в запланированном месте, а во-вторых, на турнире было строжайше запрещено убивать коня, и они были просто очень дорогие. То есть это были такие военные учения с применением боевого оружия, и так же, как в бою, основная цель турнира набрать себе как можно больше пленников с дорогим оружием и конями. Так же, как в бою побежденные на турнире решаются оружие и коней. Так же, как в бою они платят выкуп. И так же, как после боя победителя, после турнира пировали в одном шатре с побежденными. А, собственно, от руководителя команды в турнире требуются совершенно те же самые качества, что от командира рыцарской армии. Это умение экипировать свою команду, внушить веру в лидерство и организовать относительное, подчеркиваю, относительное боевое слаживание групп, потому что, как я уже сказала, рыцарская доблесть в любом рыцарском бою она все-таки значит и личная рыцарская тренировка, личное индивидуальное умение, она рыцарей не держит в строй, в отличие от римского легиона. Но, конечно, в бою, как и на турнире, проигравший по правилам должен был оставаться в живых, потому что иначе терялся весь смысл мероприятия. Ну, кто же будет уплачивать окуп, если вместо пленника труп? И вот тут мы подходим к главному важной вещи, которую мы обсуждаем, потому что для того, чтобы проигравший оставался в живых, нужно было еще кое-что, кроме доспеха, а именно набор правил, который предписывал щадить сдавшегося противника. Этот набор правил и назывался рыцарством. Самый пример, видимо, маршала, который в абсолютно критической для его сюзерена ситуации, да, вот он должен был убить человека, который сбунтовался против его сюзерены и покончить тем самым с войной. А он вместо этого говорит, да нет, ну раз на вас доспехи, но нет доспехов, я вас убивать не буду, это неспортивно. И, соответственно, в XIX веке слово рыцарство вызывало скорее насмешку, какое-то нелепое поведение, непрактичное, Дон-Кихотовщина. Кстати, Дон-Кихот Сервантиса был написан, когда рыцарский свод правил вышел из Кутюмов. Ну, зачем щадить врага, если можно его убить? И даже как-то казалось, что, может быть, ничего такого не было, это просто какие-то глупые слова в рыцарских романах, которыми зачитывался Дон-Кихот ломанческий. Но как раз самое поразительное в рыцарстве это то, что, да, рыцарское отношение к противнику не просто существовало на самом деле, как мы разбирали в случае с Вильямом Маршалом, оно имело исключительно прикладной характер. Что оно значило? Оно значило, что если вы сражаетесь в войне и попадаете в клин, вас не называют ни боевиком, ни нацистом, не рассказывают про вас, что вы сами уничтожили Мариуполь, что вы идите на завтрак детей, не требуют признаться в этом на суде, а вместо этого вас в замке вашего победителя сажают за стол и человек, который вас взял в плен, собственноручно подносит вам еду. А потом вы можете уехать под честное слово, что соберете выкуп и даже вернуться обратно в плен, если вы выкупа не собрали. Это абсолютно не легенда. Вот победитель при Пуатье, черный принц, сын английского короля, прислуживал в своем шатре побежденному им королю Франции и не сел за стол, пока не была подана вторая перемена блюд. А вот еще одна история, она очень мне нравится, май 1265 года. Будущий королю Франции, тогда его только просто звали лорд Эдуард, он был просто наследник, он сбежал из плена. В плене его взяли мятежные бароны во главе с Симоном Домомфором после битвы при Льюисе. Ну и при слове бегства из плена обычно представляется ну что-то вроде героического побега Дантеса из замка Ив. Как бежал Эдуард? Очень просто. Плен его заключался в том, что он пировал со своим тюремщиком, которого звали Генрих, и который был сын пленившего его Симона Домомфора. И, соответственно, мало того, что пировал, он еще участвовал в охотах и конных прогулках. И вот на одной с такой прогулок молодые люди затеяли скачки, чтобы отприлить какой из коней самый быстрый. Ну, когда лорд Эдуард нашел самый быстрый конец, он скачал на него и был таков. Ну, вот представляете себе, да, там, Путин принимает командиров Азова во своем поместье, где-нибудь в одном из своих дворцов, они вместе едят, они вместе пируют, а потом они, значит, начинают смотреть, какой из спортивных самолетов перед дворцом летает быстрее. И, значит, когда определяют, какой именно из самолетов летает быстрее, соответственно, командир Азова в него садится и улетает. Вот примерно так, если в переводе на современный язык. Еще раз, это не единичная история, просто есть множество аналогичных случаев, но вот в хрониках Фуросара описан случай, когда два рыцаря в безлюдном лесу встретились в поединке. Один победил другого, забрал, соответственно, другого в плен, а после этого они разъехались под обещание пленника доделать домашние дела и вернуться к своему победителю. Конечно, это не характерно для многих культур, причем даже для тех, кто высоко ставил рыцарскую доблесть. Вот Цезарь не прислужил взятому им в плен верцингетариксу. Или там самурай, который в Японии попал в плен, участие в турнирах не грозило. Но вот о Путине даже и не будем говорить. И, как я уже сказала, такое поведение может казаться контринтуитивным, но на самом деле это оптимальная стратегия военного выживания. Ты чешешь спинку врагу, чтобы враг почесал спинку тебе. Если все рыцари, которых берут в плен, ведут приятную жизнь и отделываются с штрафом, то да, война превращается в спорт. В обществе достигается уникальный баланс между агрессивностью, свойственной молодым, рвущимся к повышению брачного и социального статуса самцам, и опустошением, причиняемым этой самой агрессивностью. А в самом обществе развивается то, что известно как европейский классический феодализм, то есть, когда государства нет, власть короля опирается на постоянную спортивную вражду между его вассалами, которые иногда воюют между собой, иногда даже восстают против сюзерена. Причем сюзерен не имеет их права за это казнить, иначе он потеряет поддержку других вассалов. Вот это важная деталь, что сюзерен имеет право подавить мятеж, но не имеет права казнить знатных мятежников. Она была явочно парянка, реализована еще в прикролингах, а вот в Великой Харсиевомести в 1215 году, подписанной на Ру Немецком Лугу, она была заявлена прямо. В ней было сказано черным по белому, что вассалы короля обладают юридическим правом на восстание, если король нарушает свои обязательства сюзерен. И вот вся эта сложная социальная конструкция опиралась на стриме, и я уже цитировала статью Лина Уайта, эпохальную статью «Stirup Mounted Chalk Combat Feudalism and Chivalry», которая, собственно, и посвящена тому, как королинги, цитирую, полностью поняли военные возможности, присущие стримине, и с его помощью создали новый тип войны, поддерживаемый новой общественной формацией, которую мы называем феодализмом. Ну, а сейчас мы, собственно, переходим к недостаткам рыцаря, потому что понятно, насколько важно, потому что, помните, что мы говорили, наша тема – это неэффективные армии. Я только что вот тут вам расписывала, какой фантастически эффективной была рыцарская армия, и, кстати, конечно, видно, что я к ней неравнодушна, потому что речь идет не только о эффективности с точки зрения военной, но и о начале европейских свобод, которые сначала были доступны только для небольшого количества привилегированных людей. Кстати говоря, рыцарские правила естественно не распространялись на простолюдин, в которых, наоборот, во время рыцарских войн убивали и просто вот то, что называлось шиваше, это как раз был такой опустошительный поход по владениям противника, он подразумевал предание всего, что не является рыцарем, огню и мечу с целью ослабления его противника экономической базы. Так что это не то, чтобы только через розовые очки надо глядеть на рыцарей. Вот, кстати, у Джорджа Мартина это тоже очень хорошо показано, когда, помните, Грегора Клигейна отправляют именно в такой опустошительный поход, и это никак не противоречит рыцарской доблести. Это никак противоречит правилам вежества. Ну, у Джорджа Мартина даже это скорее разведено. Вот Грегор Клигейн он такой тупой убийца, а люди типа Джейми Ланестер они соблюдают рыцарские доблести. А на самом деле фишка заключалась в том, что Джейми Ланестер и Грегор Клигейн они обычно существовали в одном и том же лице. Человек, который собственноручно прислуживал знатному пленнику, этот же человек предавал пожару и насиловал и убивал соответственно крестьян этого своего знатного пленника. Но понятно насколько важно для европейской знати и для рыцарей было сохранить подобное общественное строй, ведь он давал почти неограниченные возможности. Вот на востоке в Китае или в империи Ромеев в Константинополе власть самодержца была ограничена только удавкой. И соответственно там любой самостоятельный местный правитель представлял собой грандиозную опасность для трона. Феодальный строй наоборот инкорпорировал этого самостоятельного местного правителя. Он лишал короля части власти, он ограничивал возможности для произвола, но многократно увеличивал степень свободы в обществе. И если армия Китая или Византия держалась на дисциплине, то армия феодальной Европе держалась на личной рыцарской доблести. А еще раз повторю, рыцарство был очень свободолюбив общественный строй, его роль в создании свободы Европы не может быть переоценена, потому что этот строй погиб с появлением огнестрельного оружия, но погибая, он породил другой могучий слой военной аристократии, без которой новые европейские военные государства сползли бы в пропасть деспотии. Но теперь посмотрим на вопрос с другой стороны. Насколько эффективны были рыцари и насколько далеко они были готовы зайти, лишь бы сохранить порожденный стременем и броневой общественный строй. И ответ очень далеко, иногда им проще было проиграть войну, даже погубить устроенное имя государства, нежели пересмотреть свой подход к родам войск. Вот классический пример – это Латинское Иерусалимское Королевство. Оно было создано, винаю, в результате крестового похода. Это было такое образцовое рыцарское королевство, короля в нем избирали, вся земля в королевстве была отдана баронам, единственной военной силы королевства были рыцари в тяжелых доспехах. Появление каких-то там других военных сил в распоряжении королев было просто исключено. Проблема, конечно, заключалась в том, что театр военных действий, на котором существовало Латинское Иерусалимское Королевство, был плохо приспособлен под рыцаря. Там было жарко. Этот театр военных действий представлял из себя, особенно летом, раскаленную равнину, поросшую колючками. Это очень хорошее пространство для действия легкой конницы, хорошо, мы видели, что в ней хорошо действовали персы, смесь тяжелой конницы с легкой конницей, а совместно с легкой конницей, как в случае персов, тяжелый всадник на этом театре военных действий представлял из себя сокрушительную военную силу. Без легкой конницы он был очень уязвим. И вот то же самое, что случилось с римлянами подкарами, ну почти то же самое, потому что римляне были пешие, а значит в 1800, 1187 году под Хаттином с крестоносцами, которые были, конечно, на бронях, но под тяжелой броней, случилось под Хаттином, лучники Саладина просто издали расстреливали этих рыцарей, а те гибли от жары и жажды в своих раскаленных на солнце доспехов. Как только рыцари пытались преследовать легких лучников Саладина, оказывалось, что кони легких лучников бегают гораздо быстрее, и вот вся история Латинского Иерусалимского Королевства это история стратегического поражения тяжело вооруженного рыцаря от легкого арабского коника. Рыцарей Иерусалимского Королевства не могли этого не видеть, но никогда они не сделаны попытки придать вот своему немногочисленному рыцарскому войску многочисленную легкую годницу. Почему? Ну, потому что это бы погубило общественность строитого королевства, потому что исчезла бы непокорная знать, которая диктует свои условия Иерусалимскому королю, а остался бы восточный деспот, который может опираться на легких лучников. И вот другой пример Криси и Пуатье. Как я уже сказала, рыцарь, так же, как и танк, был неуязвим не при любых обстоятельствах, а только при строго определенных. Прежде всего, он был неуязвим против пеших англосаксов с боевыми топорами или против голоногого крестьянина с серпом и цепом или против необученных гаражей. Ну, например, была такая битва под Касселем, где в 1328 году 2500 французских рыцарей разметали по полю 15 тысяч фламандских гаражей, которые были вооружены сбору пососинки. Вот тут у нас битва под Касселем даже есть на картинке. Даш, пожалуйста, включите эту самую картинку. Это, как я уже сказала, к вопросу, например, о 10 тысячах хорошо вооруженных украинских бойцах, которые прошли сейчас обучение Великобритании, суперподготовленных, и из-за сколько там их навстречу будет ответ на очень много мобилизантов. Ну, и, например, на то же. Вот так под Касселем. Ну, конечно, масса способов оборужения средств доспехов, которая даровала ему неязвимость, минус. Например, был длинный луг, который мог подстрелить лицаря, как это постоянно случалось с английскими рыцарями в Уэльсе. А, собственно, поэтому английская знать и не любила валийцев, она не считала их за настоящих воинов, потому что рыцарская война, это сшибиться с противником на полном скаку, выбить его из седла, получить выкуп. А тут представь себе, едешь по каким-то болотам валийским, а тебе из-за коряги прилетает стрела. Никакого выкупа, ни веселья, никакой игры. Рыцаря мог отружить, отразить несокрушимый строй пехотинцев, который ощетинился пиками. Вот, например, швейцарские пикинёры или шотландский шильтрон, была такая битва при Бенекберне, где случилось именно это. Я, правда, не уверена, что нам подобрали правильную иллюстрацию, потому что, собственно, ещё раз повторяю, да, тут я немножечко недосмотрела, потому что имеется в виду, как я уже сказала, именно несокрушимый строй, но представьте себе, щиты, из-за них пики, и в коне вообще не способен физиологически атаковать ощетинившие острия. Но тут всё дело в том, чтобы держать строй, для этого нужна подготовка, твёрдая воля. А такие пикинёры набраны из свободных, но бедных людей, не обладающих средствами для покупки рыцарской справы, а, кстати, особенно часто водились в Галах, в Шотландии и в Швейцарии. И вот Англия, которая всегда имела сильное сословие свободных людей, она усвоила уроки своих валийских и своих шотландских компаний. И как раз со времени английского короля Эдуарда I лучники, как Робин Гуд, стали антегральной частью английской армии. И вот, например, в другой битве при Фолкерке в 1298 году они просто расстреляли этот самый шотландский шейтрон, а потом они расстреливали французских рыцарей при Кресе, Пуатье и Азинкуре. Но вот англичане инкорпорировали лучников в свои войска и научились выигрывать битвы против абсолютно превосходящего противника. А вот французы за время Столетней войны, причем 69 лет прошло от Креси до Азинкура, когда и там, и там их расстреляли лучники, и французы не сделали этого. Почему? Потому что появление длинного лука означало появление целого сословия свободных людей, которые были воинами, но при этом не были рыцари. Соответственно, французские рыцари 70 лет предпочитали проигрывать битвы, но не менять социальной структуре общества. И хотя, конечно, конец рыцарям положило огнестрельное оружие, все-таки еще в начале 14 века было сразу несколько битв, где рыцарское войско было разбито в дребезги. Например, была битва при Куртре, это 1302 год, когда фламандские бюргеры научились сдержать строй, ощетинились алебардами и разбили рыцарскую конницу недисциплинированную. Я уже упоминала 1314 год, битва при Беннагберне, это были шотландские пекинеры, шотландский шильтрон. 1315 год при Маргартене вооруженные алебардами швейцарцы устроили в горах засаду немецким рыцарем во главе с герцогом Леопольда. Ну и, конечно, Креси 1346 год, когда несколько тысяч французских рыцарей полегло от английских лучников. И вот при Куртре рыцарская конница, она атаковала пеших горожан с алебардами. Строго говоря, это оружие называлось Газинак, и там что-то у нас не то, что-то у нас тут странные какие-то иллюстрации, честно говоря. Не допроверила я их. Строго говоря, так что, Даша, убирайте иллюстрации. Вот почему я говорю о Куртре, потому что там между обоими позициями протекал ручей. Так мало того, что горожане не побежали, так еще кони начали оскальзываться на болотистом лугу, а мокрая погода и вообще всякая мокреть, она была одной из самых страшных ловушек для рыцарей, потому что, ну вот, знаете, вакуумный эффект. Таз, представьте себе, упал в грязь и присасывается. И вот доспех и упавших рыцарей, как таз присасывались к грязи, их можно было добить одним ножичком. И, собственно, вот тогда при Куртре рыцарей обратились в мир, горожане наседали, склон ведущий к реке был болотистый, мокрый и крутой, кто-то падал в речку, кто-то в болото, задние ряды напирали на передних, речки рыцари тщетно пытались отыскать брудь, результатом была резня. Вот, собственно, да, похоже, вот это действительно здесь у нас битва при Куртре, и вот рыцари в речке плавают. Ну, что касается Маргартена, да, это очень находило на засады, которые устроились своими российским танком, колоннам в горах Чечни, потому что там была узкая дорога между озером и горным склоном. Швейцарцы устроили засеку, устроили засаду на вершине холма, срубили множество деревьев, круглые брюна из них сделали, и рыцари дошли до засеки, остановились, задние напирали на передних, войско сгрудилось, в этот момент с холма покатились брюна, соответственно, половину войска изрубили, целяло то, что было в Реонарте. А почему я об этом говорю, что вот все эти битвы показали, что рыцарский доспех перестал быть военно-функциональным внутри самой Европы, не где-то на востоке. Да, он был эффективен против крестьянина, против крестьянского ополчения, набранного сбора, пососинки, против могилизантов, он был эффективен, против викингского топора, против необученного ополчения, против разрозненных пеших, но против хорошо обученной пехоты, которыми одержать строй, или лучников защищенных, он перестал быть эффективен, причем задолго до массового применения нестрельного оружия, ну, особенно при реке дожди, крутом склоне и болоте. Это, собственно, вопрос, ответ на вопрос, почему же Китай не обзавелся в свое время войском из тяжелых рыцарей, но в том числе и потому, что хорошо обученная пехота, умеющая держать строй, имела все шансы взять над ними верх. И, казалось бы, военная логика гласила, что после Куртрея Маргартена рыцарский доспех должен стать более легким, начать эволюционировать в ту же сторону, что и японский самурайский доспех, который, кстати, никогда не был настолько тяжел, чтобы превратить своего хозяина в беспомощно барахтающегося в грязи истукана при падении службы. Но вот феодальная логика пошла в другом направлении. Рыцарский доспех стал еще тяжелее. Вот мы его видим на экране. Это стал так называемый сплошной доспех. Вместо того, чтобы увеличить подвижность, правящая рыцарская верхушка увеличила неуязвимость. Вот как раз после креси в течение буквально десятилетия кольчужный доспех был заменен вот этими сплошными кованными лэтами. И, собственно, речь идет об одной простой вещи. Несмотря на всю свою эффективность, рыцарь вовсе не был идеальным способом выиграть войны. Преимущества тяжеловооруженного конника были относительны. Но это был образ жизни и способ управления страной. И доминировал он настолько, что люди, которые его вели, не могли отказаться от него даже в условиях, когда он приводил к прямой военной неэффективности. Например, французы после креси, крестоносцы после хатина, немцы после Маргартена.